Всем привет, с вами Реонор. Прекрасного настроения. Я продолжаю серию летсплеев по игре Xenominer, второй сезон. Я прождал два дня на тему того, чтобы мой бот немножечко покопал. Я опять убедился, что... Да, он накопал много чего интересного, кроме того, что нужно. Ну, короче говоря, мой бот работает опять не так, как нужно. Это опять фейл. В чем фейл, я так до сих пор еще не понял. Где-то я в своем алгоритме сделал что-то опять неправильно. Сейчас посмотрим. Ну, короче, бот мы уже очень далеко прокопался. Нашел много интересного. Если я так правильно понял, возможно, он даже еще и... Вот, вот следы этого путешествия. То есть где-то он делает как надо, где-то не делает. И вот он уже очень зарылся в какие-то вообще пространственные дебри. Где он звучит? А, и даже он, кажется, разорил пару гнезд местных хищников. Ну, к сожалению, именно бот так до сих пор и не нашел мне ничего. И вот он. Бот так до сих пор и не нашел ни в единственном месте непосредственно алюминия. Алюминий я нашел случайно, делая разведку. И, наконец-таки, я понял, как его различать. Это оказалось нелегким делом. Сейчас мы вернемся в башню. И я вам покажу. После чего я займусь уже, наверное, за кадром отладкой программы. Чтобы окончательно... А лучше не отладкой. Я, наверное, буду все-таки писать по новой программе. Так, 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 так. Алюминий. Как же тебе отличить? Тут даже и так просто не отличить его. То есть я сейчас смотрю, просто как он выложен. И вот даже еще не так просто отличить. Итак, давайте я доберусь до башенки. Сейчас побыстренько мы покажу, что у меня уже... Хотя, 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 хотя... Нам достаточно попасть в радиус действия непосредственно радара. Так, смотрите. Итак, у нас появилось... Вот, Nest Material. Это, видимо, материал гнезда. Так переводится с английского. Это как раз таки то, из чего созданы венаторские гнезда. А посередине обычно таких материалов как раз находится яйцекладка, с которой появляются новые венаторы. То есть, судя по количеству, он как минимум три гнезда, а то и более, вот просто разорил. Если, конечно, не изменилась структура строения гнезда от предыдущего... От того, как раньше было. Так, алюминий, посмотрите. Вот, не знаю. Ну, по-моему, это никуда не годится. Разработчикам надо что-то делать со структурой, с текстурой алюминия, потому что, смотрите, вот силикон, а вот алюминий. Пади разбери, что, где и как. Да, алюминий, интересно, что более таким крупным, конечно, кусочком, но издалека... Ну, очень тяжело найти, что из этого является чем, что является алюминием, а что нет. Да, я немножечко на его порядок. И сейчас я по-быстренькому сделаю следующие два элемента. Переже, чем заняться отладочкой программы, запустили в очередной раз, не знаю, уже. Ой, может поменьше шаг делать, диаметр, это тоже неизвестно. Так, вернемся, вернемся. Я делаю сейчас еще одно срочно контейнмент юнит. Два фуба, два ппу, две керамики, два капситера. Так, поехали. Так, ппу я... О, понятно, мне нужна керамика сначала. Так, керамика, керамика, на керамику я должен сейчас накопить. Сейчас я не буду, отслеживать. Угу, у меня 84 силикона, я предлагаю зерно-керамику. Сейчас я не буду отслеживать уже непосредственно, там, какой вид материала. Мне сейчас просто не до того, мне нужно сейчас хотя бы просто поднять уровень технологии, прежде чем заморачиваться различными красивостями. Так, и возвращаемся к изготовлению. Итак, два ппу. Почему два? Три ппу. Лишнее не будет, в конце концов, два фу-б. Так, два... А, эта батарея нет. Два конденсатора. И, 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 и этого должно хватить от нас на external storage. Да. Почему три? Наверное, все-таки я сделаю даже еще такую ппу сверху. Потому что я хочу уменьшиться и сделать, и отличиться. Постоянно слышащийся звук пульса как-то... Там и там, алиминейки везде уходят в больших количествах. Так, так, принимаем капсулы. Все, теперь мы полностью здоровы. Так, и теперь, теперь, теперь я выставляю еще одно хранилище. Пока как упало, что-то называется. Так, этот хранилище у нас будет именно технологическими... Технологические части постройки будут в него входить. И, наверное, кристаллы будут тоже. Я тоже буду скидывать в него. Да, разработчики сделали очень много материалов новых. Ну, не знаю. Нет. Почему-то кажется, что это ненужное было действие. Слишком уж... Слишком много материалов. Конечно, это хорошее действие. А вот как... Что теперь отличить... Вот текстуры, то, что они поменяли некоторых материалов, это вот не очень хорошее, мне кажется, решение было. Так, и все-таки... Все-таки давайте мы продолжим. Изготовление. Так, алюминиевые свитки. Так уж много. Так, меди у нас, как всегда, опять переизбыток. Но, если я не ошибаюсь, здесь можно, наконец-таки, будет делать медные стенки. Так, 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 так. 12 алюминия. Надо тоже как-то перегруппировать все-таки свои хранилища. Ну, пока слотов до хранилища мало. У нас всего лишь навсего 15 алюминий, 19 миди. Так, ну, по-моему, она хватает, как минимум, еще на один... Еще на одно ядро, да? Да? Уже сделать всего лишь навсего 4 ППУ. Так, 4 ППУ. Все остальное у нас есть в нужном нам количестве. Так. 4 ППУ есть. И все на этом, кажется. Нет, хватило? Хватило. У нас появилось еще одно ядро. Устанавливаем. И смотрим, что у нас появилось из технологий. Технологии будут достаточно активно развиваться в этот раз. То есть, это уже тут много-много чего и добавлено было. Насколько я понимаю, то есть костюм был более... Еще один более мощный костюм, более с мощной защитой. Как минимум, появился элемент дверей. Так. Так. Кажется, расширился ассортимент дверей, стен. В остальных участках, в принципе, никаких изменений особо я не вижу. А, ну вот, более еще появилась возможность вырабатывать золото. А может быть, иная была. Не уверен. На 100%. Так. И... Давайте я вам покажу еще раз программу, перед тем, как я буду ее... Запущу ее в отладку. Так, смотрим, что я сделал не так. И прежде чем полностью переделать программу, я покажу вам основной рабочий макрос. И посмотрю, после этого... Ну, то есть, чтобы у вас была возможность пытаться самим найти ошибку. Потому что мне проще написать с нуля на эту данную программу, чем искать ошибку. Итак, встретимся через мгновение. Так. И вот сейчас все дошло до того, что я понял, что программа должна была абсолютно хорошо работать, но она не работает. И такое ощущение, что где-то что-то в процессах редактирования стерлось. И вот сейчас вот я... Вот смотрите, пожалуйста, даже дошел до того, что я заходил в редактирование, cancel нажимаю. А основная программа мне выглядит уже вообще как-то странно. как один из макросов, между прочим. Кажется, вот этот. Пожигание назад. Или вообще что... Короче, что-то не все разное творится с программой. Я ее просто сейчас удаляю и напишу по новой. А программа, вот именно сам код программы, был абсолютно рабочим. Что произошло, почему бот запомнил ее не так, а как-то по-другому, я не могу понять. Но тем не менее, я вернусь еще через... мгновение, когда исправлю и создаю новую программу. И так, я закончил основную программу. Она состоит из простейшего моего макроса. Такого. И макроса, который повторяет первый макрос 10 раз. То есть макрос, который копает вперед, шагает вперед, копает вверх-вниз. То есть всем известный макрос. И да, эта модификация уже не использует макросов шагания назад. Я посчитал, что это не оптимально. Это усложняет читаемость кода. То есть все то же самое практически сделано. и сейчас я надеюсь, что все наконец-таки сделано и завершено правильно. Единственное, что... Единственное, что... Это у меня что было? Упс. Так, не говорите мне, пожалуйста, что это макрос. Так, это не макрос, походу, да. Это основной код программы и был. Так, ребята, еще секунду. Я сейчас все это занесу в макрос. Наверное, в макрос, вот в этот. Или вот этот хороший макрос. Я сейчас занесусь в макрос и буду повторять. Потом этот макрос уже непосредственно для того, чтобы повторять мои коридоры по нескольку раз. Еще мгновение. Итак, я закончил свою программу. Еще раз смотрим. То есть я полностью перенес весь предыдущий макрос. Так, считаю повороты. Один раз направо, два раза направо, три раза направо, четыре раза направо. То есть ноль поворотов направо, направо, налево. Так, то есть позиция инициализирована правильно. По поворотам. Я все правильно посчитал. Так, и все. Теперь я наконец-таки. Так, и вот это вот меня уже опять не радует. Я не знаю, что с программами тут творится, но что-то разработчики сделали не совсем кажется корректным. Так, здесь все верно. Вот я вот, почему не активна кнопка сейв, когда я четко менял программу. То есть вообще непонятно. Такое ощущение, что из-за этого где-то и происходят неполадки. Так, переименовываем. Майн x2. Все, майн x2, так буду, так и назову. Так, и у меня остается некоторое время, чтобы запустить в очередной раз мою программу. И надеюсь, что в этот раз она все-таки заработает, так как я уже этого хочу. Даже не знаю, мне как-то эту гору уже даже неинтересно раскапывать, потому что вижу, что что-то у меня с ней не так. Может сама гора какая-то не совсем правильная. Даже не знаю, что предположить. Почему? Все идет не так, как мне хочется. Так. Это все, видимо, потому что там монстры. Так. Запускаем. Может местной фауне не нравится, что я тут творю свои порядки. Из-за этого она взламывает на ходу моего бота. Мешает ему нормально работать. Но я же не знаю, что тут придумать можно. Но реально, программа просто-напросто почему-то как-то очень странно. Я четко видел в предыдущей программе, она абсолютно была идентична. Да, она должна была отработать как надо, да. То есть ошибок в коде я лично не увидел. Если вы увидите там, ну, отпишитесь, мало ли. Вот. То почему-то программа после завершения цикла, да, она почему-то не доворачивала направо. А именно это изменение у меня с последним. Нажал сохранить, и почему-то сохранение не сработало. Не знаю, что не так. Почему все идет не так, как мне хотелось бы. Так. И пока наш бот копает, я попробую еще немножечко увеличить наши вычислительные мощности. Посмотрим, на что у нас будет хватать. Так, что у нас вообще есть. Вот бот нарыл всяких разных штук. Так. Так, так, так. Так, выжившись, она мне ни на что не хватит. Но мы опять, мы все-таки попробуем. А там посмотрим. Так. Итак, для одного ядра нужно четыре пул. Ну, я вижу, что на них уже не хватает. Хотя, давайте попробуем. А вдруг? Так, нужно сначала слитки сделать. Да, меди нам просто 0 дают. Так. Алюминиевого сообщения нету. Так. Не вернемся. Четыре пулу надо сделать собрать. На четыре пулу хватило. То есть, не хватает последнего алюминиевого слитка на то, чтобы создать еще один на то, чтобы создать еще один процессор. Так. Ну, давайте заглянем-то на нашу вот эту шахту. Так. Сразу переставлю как строительный материал. То есть, Камон Базальт тут наиболее распространенный материал и его можно использовать в очень больших в количествах. Просто как с подручным материалом. Как раньше был просто Лайт Базальт. Теперь вот эту роль выполняет Камон Базальт. Так. И помните, вот тут у нас была шахта. Вернее, влаз в пещеру такой. Я, кстати говоря, насколько понимаю, где-то дырка осталась. Ага. Еще и дырки остались. Вообще прекрасно. То есть, теоретически ко мне еще могли и залезть. И попробуем. Вот я вижу алюминий. Кстати говоря, вот я его наконец-таки теперь стал различать. То есть, он вот так вот как-то в бок расположен. Как неудобно, кстати говоря, сейчас пока копать, пока у меня нет нормальных толковых. И это весь алюминий. Во, вот этот еще алюминий. Пока у меня нет толковых, нормальных инструментов, нормальной брони. Копать очень и очень тяжело и неудобно. Так. Как откуда же они в прошлый раз сюда залазили? Непонятно, нет? Да, он все такой, немножечко, чуть-чуть более желтоватый на цвет этот алюминий. И вот наконец-таки его начали находить, начали отличать. Это с ним, это железная руда. Пока, кстати говоря, насколько я помню, в технологических элементах, высоких технологиях особо не участвовал. Разве что построение некоторых элементов. Так, ну что, пещера начинает потихонечку приносить свои плоды. Да, в пещере, конечно, можно найти получается больше всего интересного. Так, я сразу выкапываю, чтобы у нас не было нежданных гостей, хотя бы пришедших с той стороны. так, так, сейчас мы доберемся до поверхности, все проще и проще будет делаться с каждым разом. Так, где наша центриковальня? И теперь мне немножко нужно сделать самих слитков. Конечно, не слишком густо прям, но это хоть что-то. Так, еще раз попробуем 4 ППУ собрать. Максимально можно собрать 6, что не дает керамика. Ладно, создаем еще 4, делаем сразу еще одну ядру, то есть сразу два ядра. Так, если не ошибаюсь, сейчас у нас как раз получится пятый уровень технологий. Да, так, смотрим, что у нас появляется на пятом уровне технологий. Слитки практически все то же самое. Ничего нового, батарея одна, тапочки, как бы, так и есть, конденсаторы, накопители. Так, так, пока ничего сверхнового не вижу. Очень сильно расширяется список материалов наконец-таки. Вот такой материал появляется, очень интересный. грейт это решетка, насколько я понимаю. Металлические панели. Как-то обработанный гранит получается, или что это? Блоки из различного санстоуна. это все, что ли? И как так? Вижу стрелочку, что можно прокрутить вниз, а прокрутить не дает опять, что ли, ошибка. Так, попробуем, а стрелочками вверх, вниз на курсоре можно до курсора, но это все равно эта ошибка, это однозначно ошибка. Из санстоуна появляется много-много различных вариаций. конечно, ничего сверх особого пока, но это уже новые, новые, новые материалы. Больше, кажется, так, да, больше ничего нового не появляется абсолютно. Все остальное, кажется, уже было. То есть, только расширяется количество изготовляемых материалов. И на этом я заканчиваю серию. Надеюсь, что в этот раз мой бот отработает как положено. С вами был Реонор. Пока-пока. Счастья вашему дому.